Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Александр Абойшев, и сегодня мы пришли рассказать вам про китайский автомобиль. Впервые я решил познакомиться с китайским автомобилем, потому что увидел здесь потоки, и он мне очень понравился. Что мы знаем о китайских автомобилях? Но, честно говоря, я пока не погружался, я видел, что их огромное количество сейчас на дороге, это там Черри, Экзиды, и вот появилась Амода. Амода Ц5 не так давно, продается она уже два месяца, и смотрится она действительно как космический корабль. Ну, по крайней мере, производители ее так и позиционируют, говорят, вот так мы видим будущее. То есть это практичный дизайн, это красивый и практичный в то же время дизайн. То есть вот они вот так вот это заявляют. Я всегда относился скептически, честно вам скажу, потому что у меня почему-то китайские автомобили, ассоциируясь там Черри Амулет, что они делали поначалу. Но при условии, что делают они сейчас, и мы смотрим, как они умеют. Они изначально умели все копировать, они пошли правильной политикой, они начали копировать просто абсолютно все. Потом они, когда поняли, как что работает, они настроили свое производство и начали делать уже свои автомобили, просто со своим дизайном. И получается, я как понимаю, у них сейчас очень даже неплохо, потому что если вы посмотрите на дороги, там продается Черри Тига 8 Pro, 9 Pro. Они просто как к Xiaomi стали выпускать машины. К Xiaomi выпускать телефоны там, не знаю, по 3-4 в неделю, а Черри там стали выпускать также автомобили. Итак, сегодня мы пришли познакомиться с Amoda C5. Это будет первое знакомство с китайским автомобилем. Мне лично очень интересен этот автомобиль, надеюсь, вам тоже. Итак, поехали! Друзья, поближе знакомства. Начинаем с подкапотного пространства. И что самое интересное, двигатель здесь во всех комплектациях. Здесь три комплектации Joy, Lifestyle и Ultimate. У нас комплектация Ultimate. Она стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей, а комплектация Joy стоит 1 миллион 944 тысяч. Начинается официальный прайс этого автомобиля. Во всех трех версиях будет стоять рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1498 кубических сантиметров и мощностью 147 лошадиных сил. Также и коробка здесь вариатор. И что приятно, что приятно, данный двигатель может переваривать спокойно 92-й бензин. То есть, пожалуйста, не ниже 92-го, заливайте. Что по расходу? По расходу официальные данные такие. На трассе он уменьшается до 5,8, в городе 9,4, а смешанный 7,1. Вот сейчас общался я с менеджером по факту, он сказал, в городе получается что-то около 10. По трассе, да, на машину не гоняли, но я думаю, это что-то будет где-то 6-6,2, а смешанный, наверное, где-то будет все-таки ближе к 8 или 7,9. Мне кажется, вот так вот. Также что? По подвеске, в принципе, под капотом, по подвеске спереди Макферсон стоит, сзади просто стоит балка. Как бы, в принципе, ну, все в этом плане нормально. При условии, что, допустим, машина стоит не таких больших денег, но это очень-очень хорошо. То есть, в принципе, китайцы ничего нового сильно не изобрели, это уже все, что мы знаем и любим. Вот. Поэтому вот так вот. Сейчас дальше я расскажу про багажник и уже потом перейдем в салон. Так, теперь багажник. Конечно, данную машину, скорее всего, будут брать люди, так сказать, это молодежный автомобиль, потому что Амода – это премиальное подразделение от компании Chery. Chery выпускает огромное количество автомобилей. У них там есть Tiga, Tiga 8 Pro, 9 Pro и также от них есть подбренд Exit. Но Exit начинается там от трех и выше миллионов рублей, то есть это слишком там бизнес-класс, очень дорого. Вот. И, наверное, лично даже я бы за Exit, за китайский автомобиль больше трех миллионов не стал отдавать. Вот. Потому что, ну, пока я морально не готов к этому, нужно тоже это понимать. Если мы говорим просто Chery, то Chery там начинается, там есть миллион семьсот, миллион там шестьсот, разные есть у них машины. А вот это – это что-то между Exit, между просто Chery. То есть это как бы такой молодежный премиум-вариант автомобиля, кроссовера, на котором можно, в принципе, и успешно ездить. Достаточно быстро по трассе, потому что здесь есть как адаптивный круиз-контроль, так же, в принципе, разгон 9,9 до 100. Как бы по поводу кикдауна, кстати, не знаю, будет, не будет. Это нужно ездить и смотреть. Итак, багажник здесь 378 литров. Вот так вот складываю. Вот в таком вот варианте. Сиденья складываются 60-40, то есть как бы классическая схема. Зарядочка 12 вольт, обычный прикуриватель в багажнике. Вот, все мы это как бы знаем. Что еще? Резиновые коврики, а моды, я как понимаю, они идут уже, то есть вы покупаете машину, вам сразу дают коврики. То есть вам не нужно ничего докупать. Здесь полноразмерное запасное колесо. Это реально полная запаска, да, это полное запасное колесо. Обычно не какая-то докатка или как там, как BMW говорят, система Run Flat, которая очень крутая. Нет, кладут нормальную запаску. И это, честно говоря, очень-очень радует. А также, смотрите, вот вы когда подходите к тому же внедорожнику, всегда вот здесь вот бампер грязный. Всегда вот вы подходите вот так вот положить, пачкайте свои джинсы. А мода уже сразу вам как бы предлагают вот такой вот вариант. То есть это мягкая штучка, которую я знаю, во многие машины нужно докупать отдельно. Там на Алиэкспрессе их много продаются. То есть они сразу вам говорят, вот она в коврике сделана. Сразу вы подходите, не пачкаете свои штаны, положили что-то, обратно ее сложили вот так вот и закрыли спокойно багажник. Багажник закрывается с кнопки. И также, если у вас руки заняты, то тут не нужно, как нам объяснили, куда-то там ногой что-то двигать. Просто подходите вот так с пакетами. Она распознала ключ в вашем кармане, показала поворотниками, что вы рядом, что она вас увидела. И после этого открыла багажник, то есть сенсоры увидели, что вы здесь. Багажник закрывается с кнопки. Вот. Теперь про задний ряд. Сразу перейдем вот так просто в моменте. Задний ряд. Смотрите, машина у нас выполнена здесь в коричневом цвете, салон выполнен. Это отличительная особенность комплектации Ultimate. То есть во всех остальных комплектациях, что мы берем Joy, что Lifestyle, салон будет черный. Здесь он как бы светлый, и это приятно. Что приятно? Ну, естественно, обычный здесь плафон. Третье место здесь уже с подстаканниками, то есть просто как подлокотник можно использовать. И кармашек такой достаточно приятный. Вот. Что еще есть интересного? Здесь есть USB, то есть можно спокойно заряжать. Я сейчас покажу, возьму телефон. Вот здесь есть USB, то есть можно заряжать. И так же два подогрева. Так же, чтобы вы понимали, в комплектациях ниже, например, этого не будет. То есть задний подогрев, это только в данной комплектации. Вот. И в принципе все. Ну, сижу я достаточно комфортно. То есть по качеству что кожа? По качеству, ну, приятная эко-кожа. Она приятная действительно на ощупь, как бы. Ну, это, наверное, самое главное. То есть с кожей тактильное ощущение это самое главное. Вот. Ну, ручка есть. То есть все. И так же, что отличает эту комплектацию от остальных, это вот этот вот, как они панорамный люк называют. Ну, это самый обычный люк. То есть как бы в других комплектациях его не будет. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, в принципе, все по задним сиденьям. Достаточно обычно, нормально и неплохо. Мне что нравится у этой машины, это внешний вид ее какой-то реально космический. То есть вот тот же RAV4 мы видели, он выглядит как все. И вот это его была основная проблема, что он выглядит как все. А мы хотели, чтобы он как-то выделялся. Вот этот автомобиль выделяется на все 100%. Начиная его передней мордой, заканчивая сзади. Вот эта вот красивая оптика, которая уходит куда-то по сторонам, сверху. Вот это вот. Оно все реально смотрится. Плюс белый, красный. Также вот черные диски. Черные с красным диски. Понятно, что это все за дополнительные как бы деньги. Но это смотрится все действительно очень красиво, очень бодро. Допустим, мне здесь оператор вот сказал, потому что я же снимаю обычно семейные автомобили. Он мне сказал, что нужно для молодых ребят. Он говорит, нужно, чтобы машина выглядела красиво, ехала нормально и музыка играла громко. И вот, наверное, это тот автомобиль, который выглядит красиво, едет. Я не могу сказать, что очень быстро, но при этом, если вы, например, только сдали на права и выбираете первый автомобиль, это хороший автомобиль, потому что его цена-качество, ну, они будут совпадать. То есть как бы плюс за ту цену вам дают огромное количество возможностей как мультимедийных, так и как бы практичности этого автомобиля. Вот. По поводу музыки. Ну, в салоне здесь 6 динамиков установлено. Это 6 динамиков, только комплектация Lifestyle и только комплектация Ultimate. В Joy будет 4. Поэтому, если вы хотите, чтобы музыка играла нормально, берите именно вот эту комплектацию. Вот. Что-то я заговорился одним дублем. Сейчас мы перейдем на водительское место, и я уже вам расскажу про, так сказать, мультимедию и что она встретит в салоне. Друзья, ну вот я оказался за штурвалом этого космического шаттла, можно так сказать, потому что действительно машина очень похожа на какой-то космический корабль из будущего. И пришло время рассказать, что же сейчас здесь водителя. Итак, нужно сразу понимать, здесь три комплектации, и чем они отличаются. В основном они отличаются круиз-контролем. Потому что у нас здесь адаптивный круиз-контроль, который сам подруливает, сам видит машину спереди, видит знаки, удержание в полосе. То есть все по максимальному. То есть самый такой продвинутый, умный круиз-контроль. В более простых версиях его не будет. То есть как бы единственная такая особенность, также не будет динамика в Sony 6. То есть будет четыре динамика. Вот. Также что хотелось бы сказать. Бесключевой доступ, кстати, я вот обратил внимание, он на одной водительской двери. Он сенсорный, это как бы хорошо, окей. Но он на одной водительской двери, что не делает, в принципе, чести. Почему? Ну, потому что в 2022 году уже можно хотя бы на двух дверях делать бесключевой доступ за такие деньги. Вот. Что еще? Руль регулируется только вверх-вниз и вперед-назад. Да, все хорошо. Это все идет, есть регулировка. Но при этом она ручная. Ну, как бы окей. В BMW за 5800 мы тоже видели ручную. Ну, и как бы это не сильно напрягает. Зато передние сидения, они регулируются все электрически. Вот, может, и оператор снять сейчас. Вот здесь вот тоже электрический блок. То есть здесь все сидения управляются электрически. Вот. Также что? Вариатор. И... Так, здесь ниша у нас под какие-то вещи. Но она может превратиться и в холодильник. Здесь есть такая крутилочка, которая во многих сейчас машинах есть. Вы вот крутите, и можно... Так. Покажу. Вот эта крутилочка, вы ее крутите, и тем самым вы запускаете воду из кондиционера вот в этот бардачок. И таким образом можете охлажать какие-то напитки, положить шоколадку, и она не развалится. То есть, в принципе, это вот так вот. Вот. Что еще? Вот нам дали ключи. Кстати, ключ. Хотелось бы показать, как выглядит ключ от черри Амода. И ключ выглядит, в принципе, достаточно красиво. Вот так вот выглядит ключ. Очень стильно, черный. Единственное, он будет царапаться, потому что он глянцевый. Но как бы это просто особенность. Особенности и не больше. Что еще? Мне очень понравился зимний пакет. В зимний пакет здесь входит, естественно, подогревы передних и задних сидений. Тоже особенность нашей комплектации, что здесь подогрев задних сидений. Вот. И также здесь подогрев форсунок-омывателя. То есть, если вы зимой в минус, в мороз захотите очистить стекло, вы спокойно сможете сделать, потому что форсунки-омыватели, они тоже подогреваются. И это очень приятно. Потому что передними подогревами уже никого не удивить. Даже задними уже никого не удивить. А форсунки-омыватели я встречаю впервые. Вот. Что еще? Ну, естественно, здесь у нас такой достаточно приятный руль. И управлять очень приятно. То есть, мультимедиа, управление круиз-контролем. Все это находится по классике на руле. И также на руле есть кнопка подогрева руля. Вот. Также с руля можно ответить на звонок. То есть, здесь есть такое понятие hands-free. И, то есть, вы, допустим, положили телефон и управляете просто вот своим смартфоном. Вам кто-то позвонил, вот с руля взяли, управляете вызовами, не вызовами. Там вам позвонили, ответили. Дальше. Двухзонный климат-контроль. Мне, кстати, очень нравится, как сделаны воздуходувы вот эти, сделанные в стиле во всю приборную панель. Смотрится очень красиво. И смотрится очень стильно. Мне вот вообще нравятся салоны минималистичные. Вот этот салон, можно сказать, он минималистичный. Здесь нет ничего лишнего. Просто два экрана. Причем дизайн можно выбирать в приборной панели вообще легко в настройках. Набираете экран, система. Или экран, экран. Выбор темы. Там, допустим, хотите сегодня быть стильными. И вот здесь у нас сейчас анимация поменяется. Оп. Поменялось. Работает все очень плавно. То есть, работает все очень хорошо. То есть, как вот в самом же смартфоне Xiaomi, который сейчас очень хороший. Вот. Что еще? Так, беспроводная зарядка, естественно. Здесь вторая беспроводная зарядка. Снизу огромнейшая ниша. Причем такая с резиновым покрытием. Куда можно положить все, что угодно. Пожалуйста, салфетки какие-то влажные. Не знаю, что может быть. Колонку какую-нибудь, смартфон. Потому что вот здесь у меня в ногах у водителя. Вот сейчас я тоже покажу, подсниму. Вот здесь в ногах у водителя с подсветкой. Один Type-C и один USB для зарядки каких-то ваших устройств. То есть, можете вот их поставить сюда. Допустим, ту же камеру мы бы поставили и сюда положили заряжаться. Вот. Это приятно. По мультимедиам. Мультимедиа, смотрите, вот не лагает, как в той же там, не знаю, Toyota или каких-то более. То есть, в плане мультимедиа китайцы сделали очень классно. То есть, пожалуйста, настройки. Wi-Fi, звук, голос, экран. Все, что надо. Темы можете менять. Ну, вообще без проблем. То есть, в плане мультимедиа здесь вопросов вообще нет. Любую, любую тему. То есть, все очень, причем красивая такая анимация. Обновление, машинка едет. То есть, все очень красиво. Навигация, пожалуйста. Все сразу прогрузилось. То есть, как бы вот меня нашли. Единственное, покрутить, наверное, здесь не получится. Расчет маршрута. То есть, сразу можно куда-то поехать. Вот. И очень-очень даже неплохо. Ну, естественно, здесь есть возможность Android Auto, Apple CarPlay. Как вы видите. То есть, можно спокойно подключить телефон и пользоваться вашим телефоном. Вот. Поэтому вот так вот. Что бы еще хотел рассказать? Что еще хотел бы рассказать? По козырькам. Ну, здесь все. Самая обычная подсветочка. То есть, как бы вот здесь тоже посередине. Есть Aero Glonass, SOS. То есть, в случае аварии машина вызывает сама бригаду, вам там, скорой или кого надо. По безопасности. Смотрите. Здесь, естественно, здесь шесть подушек безопасности. Естественно, в руле. Вот здесь вот airbag у нас. Дальше в боковых сидениях. То есть, вот у водителя и переднего пассажира. И также шторки. Это все хорошо. Да, все классно. Но сзади, получается, у пассажиров ни одной подушки нет. Это я не могу отнести к сильному, то есть, например, плюсу. Вот. Что еще увидел? Подогрев лобаша. Подогрев заднего стекла. Ну, это нормально уже. Зимний пакет. Тоже. Бардачок вот есть. Ну, бардачок самый обычный. Достаточно большой. Здесь, как обычно, у нас будут какие-нибудь бумаги лежать. Не знаю, документы о покупке тачки. Вот. И все в таком ключе. Поднравилась подсветка. Ее, кстати, цвет можно менять в настройках тоже. То есть, это очень красиво смотрится. И смотрится гораздо дороже. Вот. Как бы вот так вот. Ну, и управление тоже музыкой. Вот радио, допустим. Ну, и еще одна новость. На сей раз менее приятная. Гитарист Джо Троман объявил, что... Ну, как бы, если слушать музыку какую-нибудь сильно с басами, я думаю, если полазить в эквалейзере, то спокойно можно настроить себе музыку так, как вы захотите. Вот. То есть, как бы, вот и все. Так. Теперь самое, что интересное. У меня вот с этой стороны еще один динамик. Или это микрофон? Вот здесь вот непонятно. Не, вроде как, наверное, микрофон, наверное, чтобы я мог говорить. Или... Или нет. Просто там вот есть какое-то такое, так сказать, отверстие, которое похоже, с одной стороны, на динамик, с такой заглушкой, с другой стороны, на микрофон, что, может быть, что я принимал. Ну, наверное, это все-таки динамик. Вот. Ну, в принципе, все. Про салон больше нечего рассказывать. То есть, она смотрится красиво. И она смотрится не перегружена. Что вот мне не нравится, например, у того же Porsche, когда у него здесь вся центральная консоль в каких-то кнопках непонятных. Нет, здесь садишься, и ты сразу понимаешь, что где надо нажать. Вариатор, пожалуйста. То есть, там, не знаю, камеры кругового обзора. То есть, сейчас вот поверните ключ в положение вкл. Ну, да, понятно. Ключ я сейчас не буду. Ну, допустим, камеры, не камеры. Все. 360. Здесь есть камера 360. То есть, сбоку все видит. Вот. Помощь даже... Она видит, допустим, машины в слепых зонах. И в случае, если она есть, она вам в режиме реального времени покажет на зеркалах, что машину не нужно перестраиваться. То есть, в плане безопасности эта тачка очень крутая. Если вы, допустим, перед вами впереди идущая машина начала тормозить, а вы не снижаете скорость, и машина это видит, машина это чувствует, она сама начнет притормаживать. Вот. Круиз-контроль, кстати, начинает работать на скорости от 30 км в час. Он адаптивный, еще раз повторюсь. То есть, сам тормозит, сам подруливает. И это достаточно круто и удобно. Вот. Поэтому вот так вот. Мне нравится, что нет какого-то перегруза сильного. То есть, пожалуйста, любой садится, как, например, человек в возрасте, даже, я уверен, здесь разберется очень быстро. Вот. Пожалуйста, рука ложится на вариатор, рука ложится очень-очень даже комфортно и приятно. Да, по материалам есть вопросы, допустим. Если кожа еще окей, руль сделан вообще из кожи, то есть натуральный. Как бы, вот здесь вот. Да, есть как бы вот этот пластик жесткий. Ну, как бы, есть и есть. Ну, просто особенность. То есть, как бы, вы же не будете вот так вот долбить по пластику, когда вы ездите на машине. Нет, не будете. Поэтому, собственно, просто такая особенность. Вот. Вот здесь вот приятное такое, как это, ковролином сделанное пространство, куда вы получите телефон, чтобы вы его не поцарапали. Тоже момент продуманный. То есть, в принципе, в принципе, я бы взял себе эту тачку, честно. Если как первый автомобиль, эта тачка мне нравится вообще как. Вы представляете? Она, кстати, во всех комплектациях переднеприводная. То есть, полного привода нет. И, ну, и как бы он не сильно нужен. То есть, тоже экономия топлива будет с этого идти. То есть, вы берете кроссовер на переднем приводе, который будет рулиться. У вас будет адаптивный контроль, круиз-контроль. У вас будет мультимедиа хорошая. У вас будут колонки хорошие. И выглядит это все будет, как космический корабль. Блин, это, наверное, реально та тачка, которую я бы у тебя взял, честно. Вот при всей моей скептической, моем отношении к китайским автомобилям, тачка-то мне зашла. Да, то есть, как бы, действительно. Плюс, что еще плюс, 92-й бензин. Машина, соответственно, нормам Евро-6. И ЕС 92-й бензин. То есть, это тоже очень хорошо. То есть, экономия получается. Потому что бензин стоит недешево. Это классно, действительно. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, в принципе, все. Больше рассказать про салон нечего. Сейчас запишем финалочку. Уже будем прощаться с данным автомобилем. Но я уверен, прощаться будем не навсегда, а на определенное время. Субтитры сделал DimaTorzok И так, друзья. Вот финалочка. Познакомился я поближе с Amoda C5. Это было первое мое знакомство с китайским автомобилем. Честно говоря, мне он понравился. Это вот такая машина, которая не как все. Во-первых, их мало на дороге, что тоже приятно выделяться из толпы. А во-вторых, она смотрится, ну вот, я говорю, космический, просто шаттл. Вот. Еще вот эта красивая светодиодная оптика, дневные ходовые огни, бегущие поворотники, вот эти, которые как у Лекции, просто красиво сделаны, дополняют эту картину в лучшую сторону. И что самое приятное, стоит она относительно недорого, вот рынка сейчас автомобилей. Ну, за сколько вы возьмете тот же RAV4, за сколько вы возьмете тот же его конкурент, там Kia Seltos. А здесь от миллиона девятьсот сорока четырех тысяч, я подглядел, начинается в комплектации Joy и заканчивается все вот эта максималочка два триста. Действительно, это очень хорошо, потому что здесь отличная мультимедиа, отличный внешний вид и также достаточно приятные материалы, что тоже немаловажно. В той же Toyota они очень топорные и мультимедии там вообще никакой нет. Поэтому, знаете, машина мне понравилась. Я бы, наверное, хотел бы с ней побольше познакомиться, я обязательно ее возьму в аренду и организуем какое-нибудь небольшое путешествие, может быть, когда оно уже станет более понятное. Вот, поэтому вот так вот. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваше мнение по поводу вообще китайских автомобилей, что бы вы себе взяли, взяли бы вы себе китайский автомобиль, или вы, допустим, не готовы еще переходить на какие-то неизвестные новые бренды. Вот, поэтому пишите, будет интересно почитать, пообщаться. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok